друзья вас приветствую на канале вселенная beautiful world это проект географии инвестиций меня зовут евгений и сегодня мы поговорим с вами про инвестиции но для тех кто зашел впервые наш канал я немножко расскажу предысторию начинался наш канал как канал про путешествия про инвестиции мы тогда даже и не думали но все поменялось 2020 году пандемия работа у нас конечно было но у нас появился маленький ребенок и посидев с супругой мы решили что в отпуск по уходу за ребенком ухожу я поэтому когда приближался мой черед выйти в отпуск и сидеть с ребенком я стал задумываться о том они вернуться ли мне обратно к инвестициям так как у меня по сути появляется немножко свободного времени который я смогу уделять именно финансовому рынку как раз у тинькофф банка тинькофф инвестиции была акция что открываешь счет и тебе еще дают проходишь обучение и тебе в подарок дают акции компании как бы начальный такой старт начали мы наш портфель с 20000 рублей немножко накидали там подарочных акций но это незначительно с октября месяца мы начали уже инвестировать и к данному моменту этот ролик я записываю в августе месяце 2021 года у нас на счете уже примерно 370 380 тысяч рублей эту сумму не всю мы заработали именно на инвестирование так как мы ежемесячно стараемся пополнять наш брокерский счет и за 8 месяцев мы скопили именно эту маленькую небольшую но пока что позволяющую нам начать уже полноценно и инвестировать сумму на нашем канале стали выходить ролики про инвестиции мы стали делать разборы компаний показывать именно наш инвестиционный портфель то какой он что к нам приходит какие дивиденды какие покупки какие продажи вообще в сферу инвестиций я пришел в 2008 году я был активным трейдером торговал скажем ежедневно но моя карьера трейдера закончилась скажем в 2014 году когда я очень устал от того что мне нужно ежедневно смотреть графики ежедневно анализировать пропускать через себя кучу информации о том куда пойдут рынки все анализировать на самом деле работа трейдера это очень тяжелая работа я конечно не знаю как работать в шахте но тот эмоциональный пресс который на тебя сваливается когда у тебя позиции идут не по твоему плану когда ты идешь против рынка поэтому я устал и в 2014 году я закрыл свой счет вывел деньги и немножко отдохнул скажем так ну вот я опять пришел на рынок и теперь у меня совершенно другая торговая стратегия я торгую не как трейдер а как инвестор вы спросите в сети а в чем разница до разница в том что если это сравнивать с легкой атлетикой трейдер это спринтер который бежит на короткие дистанции а инвестор это скажем такой марафонец который бежит именно такую длинную долгую дистанцию благодаря роликам которые я стал выпускать показывать на youtube канале свой инвестиционный портфель мне стали поступать и в комментариях и в личку в контакте в инстаграме мне стали писать люди те которые начинают или только интересуются финансовым рынком я сегодня подобрал немного вопросов про инвестиции на которые постараюсь полноценно ответить итак первый вопрос можно на инвестициях заработать 1 миллион долларов очень интересный вопрос конечно можно если у вас уже есть миллион долларов то за года два-три вы можете получить стопроцентную прибыль по своему портфелю и из одного миллиона долларов вы можете получить еще один миллион долларов но не у всех есть этот миллион долларов поэтому все стартуют с небольших сумм и достигнуть этой цели сможет не каждый но стремится конечно к этому надо и ставить перед собой именно такие недостижимые цели но стараться всегда их достигнуть если говорить про фондовый рынок то эта цель вполне возможно единственно учтите то что какой горизонт времени перед вами стоит если вы приходите на рынок за быстрыми деньгами то это не для вас здесь вы не получите какой-то сверх бастословную прибыль потому что в среднем портфель за год растет скорее всего максимум на 20 процентов если вам кто-то говорит что вложитесь в наш фонд и вы получите стопроцентную годовую прибыль и это скорее всего будет не так в среднем инвестор получает примерно 20 процентов годовых это достаточно хороший процент прироста потому что больше вы нигде не заработаете депозиты в банках обещают вам максимум 6 процентов на фондовом рынке можно заработать 20 но опять же это очень тяжелая на самом деле работа очень ответственная мы сделаем отдельный ролик скорее всего о психологии трейдинга о психологии инвестирования где постараемся ответить на все эти вопросы вопрос номер два с чего надо начать инвестировать в первую очередь инвестировать нужно начать с дисциплины самого себя неважно сколько у вас денег можно начать инвестировать даже с 1000 рублей но опять же поймите 1000 рублей и это ничто но если вы каждый месяц допустим будете добавлять еще одну тысячу рублей то вполне возможно вы начнете формировать уже какой-то капитал оптимальный порог входа на фондовый рынок с чего можно начать это примерно 100 тысяч рублей когда вы уже сможете собрать хоть какой-то диверсифицированный портфель инвестора но главное с чего нужно начать это именно самоанализа нужно ли вам это подойдет вам именно такой вид попробуйте сначала себя на дыма счете у каждого брокера есть обучающие программы есть дыма счета которого можно потренироваться и посмотреть сможете ли вы это сделать третий вопрос звучит так какие стратегии инвестирования существуют и какую лучше выбрать стратегии инвестирования самом деле очень много и у каждого инвестора у каждого трейдера она своя если вы возьмете чью-либо стратегию то не факт то что она вам принесет именно тот результат который вы хотели очень много людей торгуют она в основном некоторые используют только тех анализ кто-то совмещает это это но этот вопрос скорее всего можно соединить со вторым вопросом с чего начать инвестирование здесь важно именно психология психология торговли как вы готовы пересиживать просадки потому что рынок не всегда он идет с вами в ногу иногда он против вас и как это очень часто открывая позицию она сразу уходит в минус поэтому некоторым очень трудно смириться с тем что они видят убыток они начинают закрывать позицию и убыток начинает нарастать как снежный ком и в итоге из тех денег что вы принесли на фондовый рынок у вас остается буквально копейки кто-то говорит о том что относитесь к этому как плате за обучение то что без потерь невозможно начать торговать я вам скажу так без потерь можно начать торговать главное именно самодисциплина и все у вас получится четвертый вопрос какую доходность дают инвестиции я уже сказал что о том что максимум это 20 процентов годовых бывает и больше бывает и меньше но оптимальный доход инвестора в год это именно 20 процентов годовых но опять учтите то что если вы находитесь в позиции она показывает плюс пока вы ее не зафиксировали это только такой номинальный ваш прирост ваш доход доходные скорее всего можно не можно нужно считать не от того насколько процентов вырос ваш депозит а то сколько вы с него вывели вывели и потратили после этого можете сказать что да я на фондовом рынке заработал именно вот такую сумму денег я их вывел и потратил на свои нужды пока они у вас лежат на брокерском счете вы точно так же можете на них купить еще каких-то акций рынок может скорректироваться уйти не по тому сценарию по которому вы рассчитывали и вы опять же получите убыток поэтому пока вы не зафиксировали позицию не вывели эти деньги в кэш на свою банковскую карту то о каком-то приросте показаниях прогрессе речи вообще не может идти вот допустим мой портфель на данный момент плюсует то 16 процентов в год то 18 то 20 показывать то есть я нахожусь сейчас я сейчас нахожусь полностью все деньги у меня в позициях и связи с тем что рынок движется иногда корректируется иногда уходит в рост поэтому у меня статистика иной раз прыгает то вверх то вниз и за счет этого конкретно сказать какая доходность в моем портфеле по сути невозможно пятый вопрос звучит так если рынок против тебя что делать если вы открыли позицию добавили себе в портфеле ну допустим акции сбербанка и рынок пошел против вас на рынке началась коррекция что делать закрыться минимизировать убыток либо остаться в позиции на мой взгляд лучше остаться именно в позиции пусть акция сходит вниз где вы сможете еще докупить усредить усреднить свою позицию и в итоге когда начнется рост она дойдет до того момента когда вы можете ее закрыть с плюсом но если брать еще также в расчет сбербанк или допустим газпром тот нефть нлмк северсталь то все эти бумаги они дивидендные даже если они ушли в коррекцию они у вас показывают минус то если вы будете в них сидеть то вам будут копать именно дивиденды один раз в квартал за счет этих дивидендов вы можете покрыть не только тот убыток который вам в данный момент показывает эта акция но также и выйти в плюс вопрос номер 6 очень интересный вопрос где брать деньги для инвестиций для инвестиций не стоит использовать заемные деньги такие как кредиты все остальное то что не принадлежит вам то что чужое используйте только свое начните с маленькой суммы начните откладывать там по тысячи рублей по 500 рублей в месяц в неделю кто-то может каждый день кидать им на ту сумму допустим если вы я уже думал об этом я сам курю и каждый день трачу на сигареты где-то около 150 рублей в день если вы бросаете курить то допустим вот вам стимул где брать деньги для инвестиций перечисляйте каждый день те же самые 150 рублей на свой брокерский счет и вы увидите наглядно насколько будет прирастать ваш депозит и сколько вы просто выкидываете в воздух тратясь на те же сигареты но у меня пока так не получается не могу и отказаться от этой очень нехорошей привычки также можно откладывать и свои зарплаты вот как говорят многие мотивирующие книги о том что заплати сначала себе отложи там десять процентов своего дохода сначала на свой брокерский счет остальное потрать то есть зарплата вполне даже если у вас небольшая маленькая каждый месяц по чуть-чуть вы в принципе можете насобирать ту сумму которая вам будет приносить в будущем я не люблю это слово пассивный доход пассивного дохода не не бывает любой доход он требует именно работы внимания главное вашего времени пассивный доход на мой взгляд это тот доход который вам приносят каждый месяц вот просто так потому что вы такой вот красивый хороший пассивного дохода не бывает все это работа и инвестиция это тоже работа это абсолютно не казино куда вы можете положить тысячу и выиграть там миллион нет такого на фондовом рынке не бывает седьмой вопрос что лучше долгосрочное инвестирование или трейдинг и то и то достаточно интересная и взаимосвязанное трейдинг и инвестиции вы можете совмещать и долгосрочное инвестирование и трейдинг допустим тинькофф инвестиции дает возможность открыть сразу несколько брокерских счетов либо открыть и из как долгосрочное инвестирование обычные брокерские счеты использовать для трейдинга поэтому что вам ближе то и выбирайте результат можно получить и активно торгуя и инвестируя в долгосрок восьмой вопрос достаточно очень часто задаваемые сколько мне нужно денег чтобы жить на дивиденды я пытался подсчитать сколько же мне нужно денег для того чтобы прожить на дивиденды которые будут платить компании и моя сумма вышла это примерно нужно проинвестировать 10 миллионов рублей дивиденды платятся не ежемесячно платятся в квартал 10 миллионов рублей диверсификация портфеля который нужно пересматривать по сути каждый год будет ли та или иная компания вам было приносить больший доход по дивидендам вносить коррекцию в принципе 10 миллионов рублей и да можно жить именно на дивиденды опять жить на дивиденды с 10 миллионов не получится так вы сможете жить и себе арендовать яхту уехать куда-то еще в среднем это будет доход в 20 25 максимум 30 тысяч в месяц девятый вопрос как не совершать ошибки и торговать только в плюс есть такая пословица знал бы прикуп жил бы в сочи ну и либо в рио-де-жанейро как хотел остап бендер когда-то в свое время но у него это не получилось ну что он не знал что он не сможет попасть в то же самое рио-де-жанейро а где-то на границе с болгарией его просто разденут и лишат всего что у него было поэтому на сто процентов быть уверенным в том что войдя в позицию купив акции той же нлмк сбербанка либо банк банков америка вы не будете уверены до конца что будет рост никто не знает пойдет сегодня рынок вверх либо пойдет рынок вниз рынок да такая непредсказуемая штука который предугадать просто невозможно поэтому чтобы не торговать в убыток если вы долгосрочный инвестор вы никогда не будете торговать в убыток потому что вы можете пересидеть ту коррекцию ту потерю которая возможно если вы торгуете только на свои деньги вы не используете плечи за счет чего вам не пролетит маржин колл вам не зарежут там стоп лосс вы не выставили цен цена не пробьет и не закроет вы пришли на рынок именно заработать и преувеличить свой но скорее всего не заработать да именно преувеличить свой капитал поэтому выставляя стоп лосс помните о том что на какой горизонт времени вы покупаете этот актив зачем он вам выставляет стоп лосс если цена может скорректироваться еще не ниже где вы можете ее также докупить и усреднить а если это дивидендная компания которая платит ежеквартальная дивиденда то это наоборот хорошо цена пошла вниз вы увеличили свою позицию вы получите еще больше дивидендов по итогу того же финансового года и завершающие 10 вопрос я боюсь что все мои сбережения пропадут брокер обанкротится и я останусь ни с чем до брокер может обанкротиться компания может исчезнуть но помните о том что компай все брокерские счета они регулируются центробанком то есть если на вашем брокерском счете все деньги вложены в акции и компания брокер обанкротится у него нету денег то акции ваши остаются у вас они именные они хранятся в депозитарии депозитарий это не брокер брокер показывает посредническую деятельность а депозитарий находится в центре банки и все реестры акционеров хранятся не у брокера именно в депозитарии поэтому если брокер обанкротился вы находитесь в акциях то вам по сути ничего не грозит вы можете заключить договор с другим брокером перевести ему на баланс свои активы и все и правда продолжайте держать те же акции но уже у другого брокера так что инвестиции фондовый рынок по сути это намного безопаснее даже чем депозит в банке потому что если банк обанкротился он обещал большие проценты по депозиту но прекратил свое существование его признали банкротом и тогда вам никто ничего не вернет все ваши деньги а акции они находятся именно в депозитарии вы являетесь совладельцами того бизнеса который вы покупаете на этом все я надеюсь было интересно вы узнали что-то новое от меня поделитесь этим видео с друзьями с теми кто думает начать ли ему инвестировать ставьте лайк оставляйте комментарии кто не подписан подписывайтесь на канал у нас не только про инвестиции мы также и путешествуем но пока у нас именно упор идет на инвестиции так что до новой встречи на канале вселенная beautiful world всем пока и Продолжение следует...